Айвазовский 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 Мальчик был армянином И его назвали то Аванесом, то Ваней Потому что в городе Сеодосии, где он жил, было много и русских, и армян, и греков «Я нарисую тебя!» – сказал однажды мальчик «Попробуй!» – засмеялась волна, качая своей головой в маленькой пенной шапочке Она-то знала, что это невозможно. А потом мальчик куда-то пропал. Ваня уехал далеко-далеко на север, в Петербург, учиться на художник. И вот волна все чаще стала слышать, как восхищаются люди Иваном Айвазовским. Они говорили, что он самый лучший маринист и никто так, как он не умеет изобразить море в лунную ночь или на рассвете. Она поняла, что маринист это художник, который умеет писать море. Больше всего говорили о картине «Девятый парк». Волна знала, что это означает. Во время штормов в разных морях она часто слышала, что люди считают волны и почему-то думают, что «Девятая» самая страшная и сильная. Наконец, она тоже увидела эту огромную картину и даже затихла. Остановилась на несколько минут. Так она была удивлена. В центре картины в бушующем море художник изобразил обломок громадной масты. За которую цеплялось несколько людей. Всю ночь их носило посреди безбрежного моря. И вот, наконец, наступил рассвет. Встает солнце. Хотя его почти не видно сквозь водяную пыль. Вместе с солнцем и теплом появилась надежда на то, что буря вскоре утихнет. Но это только надежда. Над головами крошечных людей поднимается новый девятый вал. Огромная волна. И волна узнала в ней себя. На картине она была. Такая же могучая, просвечивающая на солнце зеленым и голубым цветом. С капельками брызг и хлопьями пены. Такая же красивая и живая. Да, ты сумел. Тихо прошелестела волна. Спасибо тебе. Спасибо.